Пивное заведение в жилом доме. Для одних это удобно, другие называют его источником проблем. Даже если всё в рамках закона соблюдается тишина и санитарная безопасность, нередко местные жители жалуются на появление торговой точки с пенным напитком под своими окнами. Я против, потому что я бывший фельдшер-нарколог и всегда боролась с пьянством и с алкоголизмом. Если пивнушка, так она должна быть отдельно, где-то даже, ну, никак не в жилом доме. У противников пивнушек аргументы серьёзные. В России растёт число преступлений, совершённых в алкогольном опьянении. Но многие психологи считают, что для человека, который решил приобрести алкоголь, нет большой разницы. Находится магазин в родном доме или, например, в торговом павильоне где-нибудь в конце улицы. Всё равно купит. Зашёл, купил. Домой зашёл, выпил, отдохнул. Прекрасно. Оно же там продаётся, чтобы в лёжку упасть, чтобы отдохнуть своих. Проблему увеличения пивных магазинов в жилых домах обсудили в Сыдранской думе. Общественным советам предложили помогать выявлять нецелевое использование помещений. Когда его регистрируют под офис, а спустя время превращают в питейные заведения. По итогам года в городе выявлено семь объектов торговли и общественного питания, где продавали алкоголь без лицензии и без сопроводительных документов. Это мы контролируем, потому что в рамках законодательства определённые существуют моменты. И вход в эти здания, и жалобы от граждан, которые поступают. Всё это в рамках действительного законодательства будет проводить также проверки. По данным полиции, сегодня чаще всего на пивные магазины в жилых домах жалуются жители улицы Декабристов. Сейчас этой проблеме правоохранители уделяют пристальное внимание. А Думский комитет решил подготовить проект обращения в Губернскую думу, чтобы закон ограничил число пивных заведений, которые могут располагаться в жилых домах. Депутаты надеются, что подобная мера позволит остановить стремительный рост торговых точек, торгующих пенным напитком в многоэтажках. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.